Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугович из Израиля. На данном канале я рассказываю об ариатрических операциях, говорю об ариатрии и всё, что с ними связано. Мои зрители и подписчики знают, особенно те, кто у меня в группе в Телеграм, что я 12-11-2022 года перенёс инфаркт. Полный, ну, большой инфаркт, обширный, как говорят врачи. Уже со мной всё хорошо, как видите, я дома. Даже волос успел покрасить, почему, что моя дочь решила мне помочь. И хотел бы вам рассказать, как у меня это проходит, как у бариатрика со стажем. Как вы знаете, я перенёс из них две бариатрические операции. Первую слив я сделал в 2011 году. И вторую операцию сделал фронтирование желудка примерно 3-4 года назад, я уже не помню. Это, в принципе, и не важно. Сделал вторую бариатрическую операцию. Нет, не потому что я поправился, а потому что у меня прошла такая штука, что пошло рефлюкс и грыжа на желудке. То есть надо было её удалять, потому что если есть постоянно... Постоянно у нас есть здесь кислота, есть большой вариант развития рака. Естественно, я этого не хотел, поэтому пришлось сделать вторую бариатрическую операцию. Теперь, да, у меня инфаркт был, да, но я хожу, я двигаюсь, я пью, я гуляю. Ну, израильская медицина, как мы знаем, делает чудеса. Да, да, мне прочистили, сердце, то есть всё окей, на сегодняшний день у меня тфу-тфу-тфу, проблем нет. Или, скажите так, если они даже есть, я про них не знаю, потому что мне нормально уже, мне уже довольно хорошо, мне комфортно. Почти ничего не мучает, я гуляю. И сказалось это как-то на мне или нет, знаете, нет, абсолютно никак. Я продолжаю пить витамины. Да, когда я попал в больницу, я витамины там пить перестал. Я им сказал в больнице, что я бариатрик, то есть об этом обязательно надо везде говорить. А всё почему? Всё потому, что зависит от того, сколько времени тому назад вы сделали операцию. Если вы сделали меньше года тому назад операцию, вам, то есть это моя точка зрения и мой опыт, да, ещё раз, как я говорю всегда, я не медик, я не хочу вам и не буду давать медицинские советы. Все эти советы, которые я вам даю, они основаны на моём личном опыте, на моём личном опыте я высказываю своё личное мнение, поэтому придерживаться их или нет, это ваше личное право и выбор. Я не призываю вас к какому-либо действию, это очень важно, потому что, сами понимаете, у каждого своя голова на плечах и у каждого должен быть свой врач. То есть если вы до года, скажем так, если вы сделали операцию меньше, чем год назад, это критически важно, потому что, то есть у вас ещё организм перестраивается, да, он заканчивает перестраивается, но всё равно надо как бы обязательно сказать врачам, что вы сделали операцию. Когда вы больше, чем, скажем, два года, да, вы, типа, говоришь, вот я сделал операцию, вертату уже как нормальный человек, то есть они вас уже за бариатрика не считают. Поэтому если вы пару дней не попьёте, там, мультивитамины и прочее, с вами ничего не будет. Кстати, особенно, почему я хочу вас успокоить, что ничего не будет, да всё потому, что когда вы делаете проверки крови на витамины, сколько времени вы должны их не пить? 10 дней, 14, 7? Ну, каждый врач по-разному, как правило, от 7 до 14 дней врачи просят перестать принимать витамины до очередной проверки крови, всё это для того, чтобы результат был точный, то есть знать конкретно, что у вас есть в организме, чего надо добавить, а может быть и убавить. Вот, то есть на меня это никак не повлияло, как бариатрика, от того совсем. Да, к сожалению, к сожалению, по моим результатам крови мне запрещено, на данный момент, да, именно запрещено делать кето-диету. К сожалению, я, то есть я к ней не вернусь в ближайшие пару лет, всё почу, потому что после этой штуки у меня произошёл непонятный сбой в организме, у меня холестерин подскочил до небес, хотя никогда этого не было. Холестерин у меня, я же делаю проверки крови довольно постоянно и часто, я посмотрел, то есть до инфаркта я делал проверку крови пару месяцев до этого, всё было прекрасно, то есть я был на кето-диете, все анализы были хорошие, тут что-то как бы вот. Поэтому пока я не выровняю холестерин, холестерол в организме, кстати, у нас есть два, есть хороший и плохой, так у меня плохой, очень плохой, да, плохой, очень плохой, это автология. И вот на данный момент мне запрещено кето-диету, то есть из-за этих всяких хрений мне много вещей запрещено, как бы, но с другой стороны, израильская медицина говорит, женёк, ну что, был у тебя инфаркт, фу, был у тебя инфаркт, фу. Гуляй, отдыхай, ограничений нет, я говорю, а спортзал? Ну, скоро, ну, вот спортзал, подожди чуть-чуть, а ходить, гулять, да, конечно. Я говорю, сколько гулять? А сколько хочешь, то есть, поэтому я не вижу, в принципе, таких суровых ограничений, я, да, придерживаюсь правила, я пытаюсь ходить 8 тысяч шагов минимум в день, пытаюсь, не всегда, к сожалению, после того, что произошло, у меня получается, потому что у меня есть усталость, вот, но я пытаюсь придерживаться того, чтобы, даже вот я дома сейчас, да, еда у меня доступна постоянно, я придерживаюсь правила кушать каждые 3 часа. Ну, это, как бы, скажем так, это была такая небольшая исповедь моя, поэтому инфаркт, бариатрия, всё нормально. Теперь, если у вас есть вопрос, а можно ли делать бариатрию после инфаркта? Я предполагаю, что, скорее всего, да, но вы должны посетоваться со своим врачом, обязательно с анестезиологом, и только анестезиолог решит, можно ли вам делать её или нет. В принципе, если вы спросите меня, стоит ли делать операцию после, я скажу однозначно, ответ, скорее всего, да, почему, потому что вы, скорее всего, человек полный, и очень большая нагрузка на сердце. Понимаете, если вы это не сделаете и не похудеете, то вы умрёте просто гораздо быстрее, а делать операцию или нет, это выбор каждого. С вами был Евгений Пугач, до новых встреч, пока.